Есть такой старый анекдот о том, как богатый первой гильдии еврей приехал в Винницу. И вот встретился там со своим другом, бедным человеком, тому в Виннице показывать было нечего. И тогда он ему пошел показывать, какой у них Винниця раввин, дурак. Так вот, я хочу показать, от кого мы зависим, понимаете? Я хочу вам показать, что делают сегодня топ-менеджеры, таким образом они управляют, в том числе молниезащитой, и как трудно с ними бороться. Откровенно говоря, бороться с людьми, у которых есть финансовые возможности, науке всегда было очень трудно. И по этой причине сегодня возникают коллизии, при которых надо говорить, честно говорить о том, что с активными молниотводами надо бороться и от них надо защищаться. Дело в том, что существует общий рынок, существует Международная электротехническая комиссия. В этой Международной электротехнической комиссии полно топ-менеджеров. И вот топ-менеджеры диктуют сегодня вам, проектировщикам, что вам делать. Дело в том, что моя бабка кончила три класса церковно-приходской школы. Но тем не менее, моя бабка знала, что громоотвод, как она его называла, должен быть выше церкви, которую он защищает. А если молниотвод не выше церкви, то молния не разберется, куда ей стукать. В молниотвод или в купола. Так вот, Международная электротехническая комиссия с ее топ-менеджером, вот этой информацией, которой владела девочка из церковно-приходской школы, не имеют. Они показывают свою зону защиты, которая начинается от вершины молниотвода. И делает это в 2020 году. То есть, даже при минимальном превышении молниотвода над объектом, он его защищает. Вот такой ситуации, когда молниотвод должен выше быть объекта, и так это написано, собственно говоря, в наших российских стандартах, вот это топ-менеджерам из Международной электротехнической комиссии неизвестно. И вот я вам хочу показать, что им еще неизвестно, и с чем они спокойно борются. Дело в том, чтобы построить вот эту зону защиты, нужно сдать угол при вершине молниотвода. Значение этого угла задается в зависимости от высоты молниотвода для трех уровней защиты. Первого, второго, третьего и четвертого. Вот кривые, которые я здесь срисовал, это точная копия того, что есть в стандарте МЭК. А дальше я сделал простую вещь. Я стал считывать с этих кривых значения углов. Находил их тангенс. Умножал этот тангенс на высоту молниотвода. И получал радиус зоны защиты на уровне Земли. И сделал вот такую петрушку для нескольких уровней молниезащиты. Вот первый уровень молниезащиты, который по стандарту МЭК имеет надежность 0,98. Смотрите. С высотой молниотвода до 10 метров, по мере высоты молниотвода радиус защиты увеличивается. А после 10 метров радиус зоны защиты начинает уменьшаться. Получается, что делать молниотвод высотой выше 10 метров просто бессмыслится. Во всяком случае, так об этом говорят топ-менеджеры из Международной электротехнической комиссии. Сделал то же самое для третьего уровня молниезащиты. Теперь у меня радиус зоны защиты с высотой рос до 30 метров. Вот так вот. А дальше после 30 метров он начинал снижаться. То есть, получается, что надежность защиты уменьшается при увеличении высоты молниотвода. Но скажите, пожалуйста, не абсурд ли это? Тем не менее, это написано черным по белому в стандарте Международной электротехнической комиссии. Дальше. Любимый метод расчета молниотводов по стандарту МЭК – это метод катящаяся сфера. Есть 4 типовых радиуса этого самого шара в зависимости от категории защиты от 20 метров до 60. И для того, чтобы получить зону защиты, надо взять молниотвод и прокатать вокруг него эту самую сферу. Вот то, что будет вот здесь внизу – это и есть зона защиты. Ну, опять я сделал простую вещь. Я начал использовать разные молниотводы. Так вот, получается, когда высота молниотвода превышает радиус этой катящейся сферы, зона защиты больше не увеличивается. То есть, если вы хотите обеспечить первый уровень молниезащиты и берете сферу радиусом 20 метров, то брать молниотвод выше 20 метров бесполезно, потому что по уверениям топ-менеджеров из МЭКа, дальше увеличивать молниотвод бесполезно. Радиус молниезащиты остается тем же самым. Хотя весь опыт нам говорит о том, что выше молниотвод, более надежная защита и больше радиус защиты. Больше, более... Дальше еще хуже. Вот, если вы хотите использовать два молниотвода, то вы должны на головке конца этого молниотвода поставить вот эту катящуюся сферу. Если катящаяся сфера не коснется объекта защищаемого, значит, он защищен. Я провел, хоть очень не люблю геометрию, провел геометрические расчеты, оценки и посмотрел. Если у меня третий уровень молниезащиты, например, сфера имеет радиус 45 метров, а между объектами вот этими, у меня 3 метра, то для того, чтобы молниотвод защищал объект, который здесь внутри находится, нужно, чтобы он превысил по высоте защищаемый объект на 2,5 сантиметра. Вот здесь в середине слайда я написал для себя. Не забыть про птичку. Про какую птичку идет речь? Речь идет о птичке типа воробья, высотой больше, чем 2,5 сантиметра. Если такая птичка сядет на это здание защищаемое, здание будет не защищено. Улетит птичка, будет защищено. Но скажите, пожалуйста, это не абсурд? Вот такие вещи делает МЭК. Дальше. Дальше вот какая штука. Дальше есть метод катящейся сферы, а есть вот метод защитного угла, о котором я говорю. Наверное, нужно посмотреть, как сходятся результаты расчетов зоны защиты по этим двум методам. Раз они рекомендованы оба, эти методы, и тот, и другой, ну, тогда должны получаться вещи по ним одинаковые. Ну, во всяком случае, очень близкие. А вот что получается на самом деле. По углу защиты, вот радиус зоны получается 20 метров, а по катящейся сфере 40 метров для третьего уровня молной защиты. Так вот тогда, какой же радиус-то брать? Какую зону защиты брать? По углу или по радиусу? А черт его знает. Во всяком случае, МЭК говорит, можно делать и то, и другое. Ну, снова очередной абсурд. И, наконец, уж последняя вещь, о которой говорили 100 тысяч раз без конца. Это сетка. Вот эту самую молниезащитную сетку сегодняшний стандарт МЭК разрешает применять без всяких ограничений. Два дня тому назад мне пришлось давать интервью специальное по поводу этой сетки. В связи с чем это было связано? Это было связано с тем, что, оказывается, монтажники, делая молниезащиту, кладут эту сетку на диэлектрические поверхности. Например, они кладут на металлопрофиль ее или на металлочерепицу. И говорят, что есть стандарт МЭК, он разрешает применять сетку во всех случаях, мы ее и применяем. Сетка превышает заземленную профлист примерно на 3 мм. Вот при таком превышении не то что молния, но даже лабораторная искра длиной в 2 метра не различит, где сетка и где просто металлопрофиль. Когда должна использоваться сетка? Сетка используется. И, кстати, сказать, это написано в документе нашем РД-34. Только в том случае, если кровля диэлектрическая. И вот для того, чтобы на этой кровле защитить людей или оборудование, которые находятся на верхнем этаже здания под этой диэлектрической кровлей, вот тогда можно использовать сетку. Сетка тогда будет находиться на высоте там ну, 2, 3, 4, 5 метра. По существу это будет тросовый молниотвод, только многократный. И, конечно, она будет защищать человека, который находится под этой диэлектрической кровлей. Но защитить саму металлическую кровлю, на которую она положена, сетка ни в коем случае не может. Тем не менее, ее упорно применяют во всех случаях, в том числе с разрешения международного стандарта электротехнической комиссии. Ну, кстати, я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Если вы помните требования стандарта, там написано, что для плоской этой кровли сетки можно применять, а вот если кровля наклонная и с углом наклона больше определенного, то сетку применять не рекомендуется. Вот теперь понятно, почему ее не рекомендуется. Потому что если сетка наклонная, человек подошел к углу мансарда, вот сюда, то расстояние вот этой вот от сетки, она очень резко сократится, и сетка перестанет надежно работать. Речь идет, еще раз подчеркиваю, только о диэлектрических кровлях, о которых в стандарте МЭКа нет ни единого слова. Вот по этой причине я никак не могу сомневаться, какой же квалификации обладают топ-менеджеры, которые делают стандарт МЭК. Но меня это беспокоит вот по какой причине. Потому что этот стандарт по решению госстандарта России переводится сейчас на русский язык и представляется нам в виде ГОСТа Р. И если такое произойдет, если этот проект будет утвержден, то мы с вами вот все, что я вам показал, должны будем использовать в своей собственной работе. Спрашивается, а вот что с этим делать? Вот перед вами проект этого самого стандарта. Так? который я привел вот по какой причине. В этом стандарте есть фраза. Фраза такого сорта, которая имеет непосредственное отношение к нашему семинару. Здесь написано, что применение радиоактивных молниотводов не допускается. Никаких других активных молниотводов в этом документе нет ни единого слова. А вот радиоактивные молниотводы почему-то вспомнили. Вспомнили, хотя их не существует в производстве даже третьих стран. Уже по крайней мере лет 30 их перестали выпускать по той причине, что было твердо убеждено, что радиоактивные молниотводы не работают и работать не могут. Кстати, сказать, знаете, когда это было известно? Мария Кюри, когда она была жива, в своей лаборатории, получив достаточное количество радиа, решила попробовать, а что будет, если капсулу с радиоактивной солью, поместят на высоковольтный электрод разрядного промежутка и посмотрят, насколько снизят разрядные напряжения. Попробовали. И было это в начале 20 века. Никакого эффекта не получилось. Поняли, что никаких радиоактивных молниотводов быть не может. Тем не менее, лет через 40 в той самой Франции изобрели радиоактивный молниотвод и продавали ему по всему миру, пока наконец эти молниотводы не были запрещены во всех странах. А это уже наши российские документы. Это уже российские топ-менеджеры. Вот это письмо из госэнерго надзора я получил несколько лет назад и меня этим письмом уведомляли, что господин начальник, господин топ-менеджер разрешает использовать активные молниотводы, имеется в виду ИСИ молниотводы, молниотводы раннего стримерного моделирования, возбуждения, на всей территории Российской Федерации. Дальше мне сообщалось, на основании какого документа это сделано, вот этот документ справа, и даже дается телефонный адрес, куда звонить, чтобы эти молниотводы покупать. Мы нашли эту сертифицированную контору. Вы знаете, я думаю, что электробритву там можно сертифицировать, электрический чайник уже в ряд тем не менее, вот такими липовыми документами прикрываются сегодня активные молниотводы. И вот для того, чтобы вы поняли, почему меня это беспокоит, я и перечислил вам, на какой основе внедряются активные молниотводы на территорию Российской Федерации и вообще говоря, на территории других стран Европы и Америки. И вот возникает простой тогда вопрос. Ребят, а можно управлять молнией? Ответ стопроцентно положительный. Конечно, можно. Молния это нормальная физическое явление и на любое физическое явление человек может воздействовать. Тем более, что точка удара молнии определяется по гипотезе Гоуда развитием встречного разряда, который идет навстречу молнии от заземленного объекта, перехватывает эту молнию и контакт вот этих двух каналов это и есть удар молнии молнии отвод или в защищаемый объект. Чего надо сделать? Надо либо задержать встречный разряд от защищаемого объекта, либо стимулировать его как можно быстрее заставить развиваться и двигаться от молнии отвода. Годится и то и другое. И сделать-то можно и то и другое. Вот встречный разряд в электрическом поле грозового облака хорошо обследован и хорошо изучен и в теоретическом плане и в плане компьютерного моделирования. Известно, что этот разряд начинается с короны, той самой короны, которая называлась раньше огнями святого Эльма и возникала на мачтах пиратских кораблей. Эта корона обладает мизерным током, это ток микроамперного уровня, но такая корона может существовать довольно долго и внедрять в атмосферу над коронирующей вершиной молнииотвода мачты корабля или просто дерева облака объемного заряда. Вот такая корона не может развивать термолизованный канал. Для того, чтобы такой термолизованный канал возник, корона должна перейти в другую импульсную форму, в стримерную форму. Условия этого перехода известны, оно вот тут записано. А если этот стример будет мощный, если на нем будет падать напряжение около полмиллиона вольт, то такой стример родит горячий термолизованный канал, который будет развиваться навстречу молнии и будет притягивать эту молнию, если только он возможен. Так вот, сделать все эти условия в лаборатории можно. Вопрос весь заключается вот в чем. О каким способом это можно сделать? О каких уровнях напряжения может идти речь для того, чтобы я его подал на молниотвод и от молниотвода раньше пошел канал встречного лидера? Вот в компьютерных расчетах я оперирую с величиной управляющего напряжения где-то на уровне полмиллиона вольт. И считаю, что это напряжение будет подано на молниотвод, так сказать, средней руки высотой где-нибудь в 50 метров. А дальше я смотрю, что будет, если я буду подавать на такой молниотвод импульсы разной длительности. Потому что если импульс длинный, то источник должен быть мощный. Вот я подаю импульс длительностью 50 микросекунд и вижу, что такой импульс годен только для того, чтобы сформировать канал длиной в 2 метра. Ну, бессмысленно это, понимаете? Вот стоит у вас 50-метровый молниотвод, а вы добавляете к нему длину в 2 метра. Ну, будет 52 метра молниотвод. Смысла никакого. Увеличиваю длительность импульса 100 микросекунд. Теперь стал 3 метра. А больше лидер вывести не успевает. Даю 200 микросекунд. Теперь 4 с хвостиком. Даю 300 микросекунд. Теперь ну, тоже ничего особенного. 6 с хвостиком метров. И вот только если я дам длительность этому импульсу в полмиллисекунды, вот только тогда у меня пойдет серьезный процесс и навстречу молнии действительно потянется канал, который ее в состоянии перехватить. Вот какие результаты дает численное моделирование и в этих результатах вообще говоря, нет оснований сомневаться. Мне могут задать такой вопрос. Ну, ладно, нельзя сделать длинный импульс, давай повысим напряжение. Возьмем вместо полмиллиона миллион вольт. Вот есть кривые, которые показывают, как на ориентировку молнии влияют эти два разных напряжения. при длительности импульса в 100 микросекунд разницы между их эффектами нет абсолютно никакой. Ну, честно говоря, и эффекта нет, потому что вместо четырех высоты молнии отводов притяжение молнии начнется с высоты 4,5 метра. Незначительный эффект, который ни для кого никакого значения не имеет. Вот на этом фоне теперь и надо смотреть, а какие собственно возможности сделать активный молнии отвод. Потому что в лаборатории я смогу делать что угодно. Я могу сделать очень длинный импульс очень высокого напряжения. Весь вопрос, как будет выглядеть такая установка и сколько она будет стоить. В лаборатории я могу вполне сформировать импульс полмиллиона вольт длительностью в 500 микросекунд. Мне это ничего не стоит. Правда эта установка займет размер примерно два письменных стола или побольше. Но в активный молнии отвод это не засунешь. Нужно иметь малогабаритное устройство. И вот возникает тогда такой вопрос, а каким размером должно удовлетворять вот это управляющее устройство, чтобы его можно было запихать в молнии отвод? Есть ли вообще такая возможность? Я начинаю считать. Самый маленький ток, на который я могу ориентироваться, который питает канал лидера, это ток на уровне половины ампера. Это очень маленький ток. Вот теперь такой ток должен течь в течение 500-600 микросекунд и выплеснуть заряд примерно ну 3 десятых милликулона. Вот чтобы такой заряд запихать в конденсатор при напряжении 500 киловольт нужен конденсатор емкостью в 1000 пикофарад. Вот если я возьму емкость 1000 пикофарад на напряжение 500 киловольт, то у меня получится конденсатор очень приличных молниоразмеров. И куда этот конденсатор здесь? Вот фотографии тех активных молниотводов, которые сегодня есть на рынке. Вот этот объем, о котором идет речь, куда все надо запикивать. извините, вот это я не хочу пока показывать. Вот сюда этот объем несколько литров всего, и в этот объем ничего такого не запихаешь. Нельзя сюда запихать источник, который при напряжении где-нибудь полмиллиона вольт давал длительность импульса в 500 микросекунд. Места не хватает, категорически не хватает. А что можно запихать? Оказывается, сделать импульс в 500 микросекунд в таком объеме нельзя. Можно сделать импульс, но длительностью не в 500 микросекунд, а примерно в одну микросекунду. И что от этого получится? Вы знаете, есть экспериментальные данные, которые я вам сейчас хочу выложить. В начале века этого 21-го два хороших экспериментатора в Америке Мур и Ризон решили испытать вот активные вот эти активные ИСИ-молниотводы. Делали они это рабочим крестьянским методом. Они купили шесть штук молниотводов. Поставили эти молниотводы на столовой горе. Столовая называется гора с полоской вершиной. Это была трехкилометровая гора в окрестности Нью-Мехико, где они эти шесть молниотводов поставили. и на той же самой горе они поставили шесть молниотводов точно такой же высоты, только вот без этих головок. Дальше автоматические камеры и два года слежения за этими самыми молниотводами. За два года в молниотводы попало 13 разрядов молнии. По совершенно непонятной причине все 13 разрядов угодили в обычные молниотводы, а в активные не попал ни один. Когда Морроризон докладывали эти результаты на конференции, к ним отнеслись с некоторым недоверием. Ну, как ты может быть? Вдруг почему-то молния игнорировала эти символные отводы. Черт знает по какой причине. Может они там напутали чего-нибудь. В 14 году наш специалист Василий Михайлович Куприенко купил вот такой молниотвод и поставил этот молниотвод под генератор импульсных напряжений, который мог вообще говоря формировать иску длиной где-то на уровне 100 метров. Совсем неплохой неплохая модель молнии. В тех же условиях поставили обычный молниотвод без всяких вот этих самых насадок. Провели испытание, результат получился снова неожиданный, похожий на тот, что у Муры и Ризона. По крайней мере 70% всех ударов молний били в обычный молниотвод. А вот этот DC-молниотвод раннего стримерного моделирования игнорировали. Но уж когда два раза получается одно и то же, то трудно сомневаться в результате эксперимента. Такой эксперимент надо объяснять. И вот для этого объяснения мы использовали результаты, на которых воздействие управляющего короткого импульса было сделано прямую. Подавалось напряжение, которое медленно нарастало примерно за 250 микросекунд до амплитудного значения. А вот на этот импульс напряжения накладывался коротенький импульс длительностью всего около двух микросекунд, который имел амплитуду до 300 киловольт. И мы смотрели, а что получится-то? А получалось вот что. Когда этот импульс накладывался от молнииотвода происходила мощнейшая стримерная вспышка, вот она, которая внедряла в промежуток большой электрический заряд, вот такой. И этот электрический заряд экранировал молнииотвод. И развитие канала разряда от молнииотвода прекращалось на очень приличное время. До тех пор, пока либо не поднималось дополнительное напряжение, либо пока вот эти вот самые заряды, которые были выброшены сюда в объем промежутка, не дрейфовывали от электрода. И только после этого снова начиналось развитие встречного разряда. То есть получалось вот какая вещь. Вот такой короткий импульс вместо того, чтобы стимулировать развитие горячего лидерного канала, тормозил его развитие. И в этих экспериментах напряжение увеличивалось вплоть до 25%. Иными словами, если делать такую вещь на молнииотводе, то вместо того, чтобы притягивать активно к себе молнию, такой молнииотвод ее отталкивал. Вернее, он делал молнииотвод невидимым для молнии. Вот что получалось. Эффект был действительно отрицательный. У Мура и Ризона все было правильно. Вот такие вспышки не давали молнии ударить в ИС молнииотвод. Молнии выбирали молнииотвод обычного рабоче-крестьянского исполнения. Вот и все. Вот какова ситуация. А вот теперь каков результат. Вот перед вами межгосударственный стандарт, который изготовлен Белорусским институтом стандартизации при помощи может быть известной многим фирмы Электро, которая работает в городе Екатеринбурге. Стандарт называется молниезащита зданий и открытых зон от молнии с использованием молнииотводов со стримерной эмиссией. Речь идет о тех самых молнииотводах, которые не работают. Что написано в этом стандарте? А в этом стандарте написано то, что такие молнииотводы работают, радиус их зоны защиты примерно раз в пять больше, чем у обычного молнииотвода. И вот этот стандарт был предложен для рассмотрения топ-менеджерами. Сначала наши российские и украинские стоп-менеджеры, где все-таки занимаются молнии защиты, проголосовали против стандарта, и он был не принят. В последнем согласительном совещании наши и российские топ-менеджеры воздержались от голосования. По какой причине неизвестно. И в результате этого дела вот этот стандарт, о котором я говорю, был принят. Вопрос теперь. А считать, что он принят на территории России или не считать? И как будут с этим документом обращаться дальше? Вот это никому неизвестно. Поэтому борьба с радиоактивными и молнииотводами другого активного исполнения ложится на плечи наш с вами. И с молнииотводами я вам все рассказал. Они не работают. Они более того, что они не работают. Они работают хуже обычных молнииотводов. Хуже а в новом стандарте МЭК о них ни слова не написано. Но есть и другие молнииотводы. Вот какого сорта. Например, есть СС молнииотводы. Эти молнииотводы вообще вообще не генерируют ничего. На них вообще не подается никакое напряжение. Тем не менее, считается, что они своим экранирующим действием снижают электрическое поле атмосферы и в результате этого дела они исключают удар молнии, который вот такие молнииотводы производят. Я посчитал, в какой степени они могут снижать электрическое поле, например, находясь вот таким кораблем. Получается примерно на полтора процента. Такое снижение поля абсолютно нечувствительное. Оно не имеет никакого значения. Но а все-таки можно ли каким-нибудь образом проверить работу молнииотводов напрямую? Вот ИСИ молнииотводы в большом количестве фигурируют на рынке. Можно проверить их эффективность за дешевые деньги? Оказывается, элементарно. смотрите каким образом. Изготовители этих молнииотводов уверяют, что их зона защиты примерно в пять раз больше, чем у обычных молнииотводов. Это значит, и радиостягивание этих молний будет примерно раз в пять больше, чем у обычных молнииотводов. Обычно считают, и это принято во всем мире, что стержневой молнииотвод стягивает на себя молнии с радиуса равного трем своим высотам. Ну, если у вас молнииотвод высотой 50 метров, значит, он стягивает молнии с радиуса 150 метров. Но активный молнииотвод, так уверяют с годовителей, стягивает молнии с расстояния в пять раз больше, значит, это уже будет не 150 метров, а это будет примерно 750 метров. И вот тогда получается такая вещь, что если я поставлю на такой молнииотвод счетчик, просто существует удар молнии, который стоит 2 копейки с половиной, то я увижу, какое количество молний попадет в такой молнииотвод. Например, если у меня радиус молнииотвода, высота молнииотвода 20 метров, и он обыкновенный, то в него попадет примерно один удар молнии, ну, там, за 20-30 лет эксплуатации. А если я буду считать, что это активный молнииотвод, то в него попадет удар молнии примерно каждый год. Получить разницу один удар молнии в 20-30 лет и один удар молнии ежегодно, для этого большого количества таких объектов не надо. Достаточно поставить десяток таких молнииотводов, чтобы убедиться в разнице их действия. Легко и просто, легко и просто, но не нужно абсолютно тем, кто продает активные молнииотводы. Им этого не надо. Они этого и не делают, и делать не собираются. Есть еще один момент, на который очень хочется обратить внимание. Сейчас я вам покажу этот слайд. Вот о чем идет речь. есть международная комиссия по большим электрическим сетям, которая называется СИГР. Эта комиссия в тринадцатом году провела большую работу. Она собрала все фактические данные по молнии. И вот эти данные она обобщила и представила в виде доклада. Причем она представляла только те данные, которые не вызывают ни малейших сомнений. То есть если, например, запись итогов, то только осциллографические, а не каким косвенным методом. Вот в этом докладе СИГР написано, что примерно 85% отрицательных молний, а на территории Российской Федерации 90% молний, они отрицательные, являются многокомпонентными. Это значит, в одной молниевой вспышке есть 5-6 в среднем ударов молнии. А максимальное количество таких ударов доходит до до 30-ти. Пауза между этими ударами примерно 70-80 миллисекунд. И суть дела заключается в том, что примерно половина вот этих вспышек не повторяют канал первой вспышки. Они идут по своим траекториям. И с позиции молниезащиты вот эти многокомпонентные молнии надо рассматривать как самостоятельные молнии. И они должны, эти молнии, защищаться каждой в отдельности. Потому что каждая такая молния идет по своей траектории. И вот нужно, чтобы активный молнии отвод успел перезарядиться и сработать за время 70-80 миллисекунд. Сделать устройство с такой частотой срабатывания практически невозможно. Поэтому если бы даже кто-то сделал активный молнии отвод размером два письменных стола и установил его, такой молнии отвод все равно работать не смог бы. Не смог бы по той причине, что первую эту молнию он бы перехватил, а вот к последующим компонентам был не готов. Вот в компонентных молниях создатели активных молнии отводов даже не упоминают. Вот на этом я хочу закончить. Если у кого-то вопросы появятся после проведения нашего вебинара, вы можете направить их нам на электронную почту info собачказанс точка ком. Мы все эти вопросы передадим Эдуарду Меировичу и на интересные из них Эдуард Меирович либо сам ответит, либо через нас ответит. Пишите. Нисходящий лидер молнии имеет ступенчатый характер. Генерирует ли он импульсы на вершине стержневых молниеприемников? Вопрос далее. Там, где импульсы, где есть импульсы, пропадает ли эффект коронирования вершины молниеприемника? Ответ. Знаете, этим вопросом наш институт занимался еще лет 15 тому назад. Вот, да, безусловно, возникают импульсы на электроде и, более того, возникают благодаря таким коротким импульсам с крутым фронтом, возникают стримерные вспышки. И корона, ультракорона, которая бесполезна для притяжения молнии, она срывается вот такой стримерной вспышкой. Но дело заключается в том, что вот эта стримерная вспышка оказывается недостаточно мощной для того, чтобы провоцировать развитие встречного лидера. Стримерная вспышка есть, а старта лидера нет. И этот вопрос исследовался специально. импульс нужно было не накладывать, а подавать одновременно на сам активный молниеприемник. Тогда экранирования не будет. То есть, как я понимаю, здесь как раз это и происходило, то есть, импульс подавался дополнительно? Этот импульс накладывался на молниеприемник. Значит, на молниеприемник действовало два напряжения, два источника напряжения. Один источник напряжения нарастал вот так, а вот в этот момент скорость его роста вот так вот увеличивалась. Именно так это и делалось. Если повторные разряды идут по своим траекториям, то почему крутизна повторных разрядов существенно меньше? Вот вы знаете, ну не крутизна не существенно меньше, а существенно больше. Это просто видно оговорка случайная. Вот вы знаете какое дело? Вот на этот вопрос я не могу ответить и никто не может ответить. Суть дела заключается в том, что физика возникновения вот этих повторных разрядов плохо известна. Но что касается вообще, что касается длительности фронта повторных разрядов, то она вот какая. у повторных разрядов есть импульсы очень большой крутизны. У них длительность фронта до 0,25 микросекунд. Это вы знаете. Но есть и повторные разряды, повторные импульсы, у которых длительность фронта находится на уровне 1 и даже 2 микросекунд. И здесь они перехлёстываются с первичными разрядами. Понимаете? Но никто не сделал вот какой вещи. Никто не записал синхронных регистраций для того, чтобы был импульс тока и была траектория вот этого повторного разряда. Вот если бы это было, тогда можно было бы о чём-то говорить. Но говорить сегодня нечего, кроме одного. Извините, но я не знаю, почему это так. Сейчас в проектах стали требовать разработку раздела электромагнитной совместимости. В частности, затрагивается влияние удара молнии в молнииотвод и возникающие наводки. Как влияет на электромагнитную обстановку активный молнииотвод? Ну, если активный молнииотвод не работает, то влиять на эту обстановку он никак не может. Она какая была, такая и остаётся. Задают вопрос как раз к этому складу, который у нас открыт. Как угадать, когда посылать импульс? о, вот за этот вопрос большое спасибо. Вот вы знаете, какое дело. Я сейчас сижу и пытаюсь написать статью об управляющих воздействиях вообще. Не об активных молнииотводах, а об управляющих воздействиях. И занимаюсь я вот каким вопросом. я пытаюсь разобраться вот с чем. Вот я спровоцировал развитие встречного лидера. Теперь этот встречный лидер развивается в электрическом поле, которое сделал я источником напряжения, плюс грозовое облако. А грозовое облако может сделать поле всякое разное. Почему? Потому что это поле определяется с одной стороны зарядом грозовой ячейки, она медленно меняется, и можно считать, что это поле не меняется во времени. И кроме того, зарядом той молнии, которая стартовала из грозового облака, и идет к земле, и тащит на себе приличный заряд на каждый метр длины, ну, где-нибудь полмилликулона электрического заряда. И вот когда этот канал приближается к земле, поле начинает довольно сильно нарастать. И очень важно, в какой момент вы запустите свой встречный лидер, запустите рано, пока молния еще очень высоко, он будет двигаться в слабом поле и остановится. А если запустите в хорошее время, он будет двигаться в электрическом поле, которое раза в три больше, чем поле грозового облака. И тогда у него есть шанс пойти. И вот, если вы хотите действительно управлять траекторией молнии, вам надо вот этот самый управляющий импульс посылать вовремя. Надо синхронизировать момент подачи импульса с положением лидера нисходящей молнии. Вот этот вопрос синхронизации, он практически не решаем и решить его крайне сложно из-за того, что молния с одной стороны движется по случайным траекториям, с другой стороны она движется с разными скоростями, а скорости молнии могут меняться вообще в пределах, ну, грубо говоря, порядка величины. И в-третьих, у ней есть ветвление. И этот вопрос о надежной синхронизации решить практически не удается. И это ставит крест вообще говоря, на всех активных молнии отводах. Вот в чем дело. Я не стал путать людей вот этим вот вопросом. Большое вам спасибо, что вы мне дали возможность это рассказать. Ну, то есть мало того, что очень сложно создать напряжение, которое требуется, так еще непонятно, когда его нужно приложить к молнии отводу. Совершенно верно. вот понимаете, какое дело? Если я буду использовать это дело для провоцирования молнии, вот меня занимает такой вопрос. Вот у меня стоит ген наружной установке. Ну, например, в Новосибирске стоит генератор. Высота его примерно там, по-моему, 34 метра. вот я на крышу этого генератора поставлю стерженек и когда ген сработает, на этом стержне подбросится напряжение, я могу подбросить напряжение примерно на 5 миллионов вольт. вот могу я такую систему использовать для того, чтобы провоцировать удары молнии вот в этот самый ген. Вопрос потом стоит, как ген защитить от них, но это уж потом. Вот спрашивается, когда надо подавать этот управляющий импульс. Здесь, если я промахнусь, ну, невелика беда, ну, хорошо, пусть из 10 ударов молнии я делаю из 10 срабатываний гена, один будет удачный. Блеск я зарегистрирую все параметры молнии и покажу всему миру, какой я умный. А вот если я такую систему делаю на молниотводе, который из 10 попыток один раз даст удачную, вот тут мне такой молниотвод мне не продать, никто его не купит и пошлют меня по большому адресу. Понимаете, использование управляющих воздействий для молниезащиты затрудняется тем, что надежность защиты, которая сегодня нужна, это защита на уровне, ну, по крайней мере, двух девяток. Я не могу позволить себе пропустить удар молнии, как я это сделаю в научных целях. И это еще одно препятствие к использованию активных молниотводов. Да, ну, следующий вопрос, который я хотел задать от Светланы Карповой, наверное, уже очевиден ответ на этот вопрос. Добрый день, хочу спросить о применении на практике активного молниотвода М200 производства ФПК Космос-Нефтгаз. Насколько они соответствуют заявленным возможностям. Вы знаете, какое дело? Они, в принципе, они ничем не отличаются от тех и символных отводов, которые вот я показывал на фотографиях. Ничем не отличаются. Вот, понимаете, самое главное заключается вот в чем. Ни одна фирма, ни одна не может сказать параметр своего внутреннего генератора, которые находятся внутри корпуса молниотвода. В лучшем случае некоторые фирмы говорят об уровне напряжения, которые их внутренний генератор производят. Называют цифру аж до 200 кВ. Это есть. Но какая там емкость в ударе, какой запас энергии и какая при этом длительность импульса производится, вот это не говорит ни один, ни одна фирма. А почему? А вот по той причине, о которой я говорю. Вероятность возникновения встречного лидера сетки выше, чем с заземленной кровли, поскольку радиус кривизны элементов сетки меньше, а значит напряженность поля больше. Дело заключается в том, что сетка создает локальное усиление поля, которое вообще говоря чувствуется на расстоянии сопоставимым с ее радиусом. Радиус такой сетки примерно 8 миллиметров. Вот это усиление поля, о котором будет идти речь, оно чувствуется на длине примерно такой же, ну пусть 10 миллиметров, 20 миллиметров, 30 миллиметров. Опыт приобретенный в высоковольных лабораториях показывает, что длинная искра такого локального усиления поля на таком коротком расстоянии не чувствует. Понимаете? И это таких экспериментов тьма. даже ну существенно больше, на порядок больше и длине она тоже не чувствует. Поэтому говорить о том, что сетка работает, нельзя ни при каких обстоятельствах в таком случае. если здание высотой 100 метров и надо защитить антенны на крыше здания, по РД защитная зона будет начинаться гораздо ниже крыши здания, а по МЭКу можно построить зону от крыши здания. Ну, собственно, о том, о чем вы и говорили. Нет. Вот понимаете, какое дело? Вот здесь все не так просто. Здесь все не так просто, вот по какой причине. и МЭК, и наш российский норматив, они вообще говоря, и тот, и другой передергивают. Передергивают по того, что не знают, как здесь поступить. Вот давайте рассмотрим такую вещь. Представьте себе плоскую кровлю, большой площади, молниотвод, который что-то защищает, ну, или антенна, которую надо защищать, стоят довольно далеко от края этой самой кровли, и тогда вся структура электрического поля вокруг антенны и вся структура электрического поля вокруг молниотвода, который ее будет защищать, она будет примерно такой же, как на Земле. И тогда право рекомендации МЭКа. Надо отсчитывать высоту молниотвода и считать все, считая плоскость уровень Земли, находящимся на уровне кровли. Теперь представьте другую ситуацию. Представьте, что молниотвод стоит у края кровли, и антенна стоит у края кровли, и тогда структура поля вокруг этой кровли будет совершенно иной. Она будет ближе к той, когда высота антенны и высота молниотвода это есть сумма их высот плюс высота здания. Вот на этот случай с перестраховкой ориентированы наши нормативные документы. Именно с перестраховкой. Если маунтена стоит действительно у края, то наши документы дают все право. Если и то, и другое уходит на середину кровли, и кровля это очень широкое, тогда мы перестрахуемся, мы засчитаем повышенную высоту молниотвода, и право здесь будут рекомендации МЭК, а вот как это все сблизить к одному знаменателю, пока не рискнул это делать ни МЭК, ни мы. Интересная на самом деле тема. Это очень хороший вопрос, понимаете? Это вопрос действительно к ответу на который нормативные документы не готовы. Да, рядовому проектировщику здесь непонятно, что считать большим зданием, а где это близко или далеко от края. Дело заключается в общем, когда мы и принимали вот это решение, мы принимали это решение в таком случае, пусть лучше мы перестрахуемся. И вот именно это и было сделано, но это явная перестраховка в определенной ситуации. Существа с ограниченной ответственностью Ассоциация Росэлектромонтаж солидная организация. Неужели они пропустят переведенный ГОСТ в таком виде? Вот вы знаете какое дело. Я не могу сказать, что сделает организация Росэлектромонтаж, я могу сказать, что сделали мы. Мы переводчикам, которые формировали русский текст, послали все то, что я вам здесь показал, с замечаниями и с разъяснениями, которые у нас есть. Наше письмо было получено с таким комментарием. Над этим надо думать. Ведется ли статистика работы молниеприемников на подстанциях 6-750 киловольт и эффективность их защиты. Как правило, проектанты сами разрабатывают молниеприемники. Вы знаете, какое дело? Это вопрос не ко мне. Этот вопрос надо задавать эксплуатационным службам. Ведут они такую статистику или не ведут? Я этой статистике надежности работы молниотводов, я ее для подстанции к сожалению не знаю. Хотя еще раз повторяю, вот дело заключается вот в чем. Сегодня разработаны достаточно простые достаточно простые счетчики числа ударов молнии в любой объект. И это дешевое устройство. Более того, сегодня объединенными усилиями ряда организаций имеется ввиду Институт высоких температур Академии наук и ИНИН разработаны счетчики, которые не просто считают число ударов, а которые записывают с хорошей достоверностью числовыми методами записывают параметры ударившего тока, запоминают эти параметры в количестве не меньше 10 штук на молниотводах за грозовой сезон, не требуют никакого источника питания и не требуют никакой оперативной проверки их работы в течение всего грозового сезона. При массовом изготовлении такое устройство будет стоить ну примерно сотню долларов. Осциллограф, который применяют для записи тока молнии стоит примерно 6 долларов. тысяч долларов. Вот такие устройства есть. Нужно только, чтобы нашелся человек, который заплатил за установку таких устройств и провел такие наблюдения. Но научный сотрудник не может выложить такие деньги из собственного кармана. Это должна делать крупная фирма. Вот если, например, фирма электро, представитель который меня сейчас слушает, готова на такую вещь, я думаю, это была бы очень хорошая работа. Возможно ли с помощью существующих лабораторных установок усилить ваши аргументы по борьбе с активными молнииотводами? Безусловно можно. Безусловно можно. и достаточно ясно как это сделать. Во всяком случае стенд выстрел для этой цели вполне пригоден. Норматив по тросу и молниезащите когда можно ожидать? Вы знаете какое дело? Мы проект такой сделали. Это не от нас зависит. Мы проект сделали и передали его заказчику. Заказчик это Россеть. Контур заземления может привести заряд молнии из земли к защищаемому оборудованию внутри помещения. Достаточно ли установить в контур разрядники? Ну в контур разрядники вы никак не установите. Это невозможно сделать. Защищать надо то оборудование разрядниками которое представляет опасность. А как в контур заземления ввести разрядник я даже вообразить себя такого не могу. Я подозреваю это разрядник который отделяет контур молниезащиты от контура электроустановки. То есть видимо это А какой разрядник здесь можно значит ну во-первых так давайте следовать давайте все-таки не плевать на Пуя. В Пуе написана такая фраза что все заземляющие устройства должны быть объединены в единую заземляющую систему. Правда здесь стоит не точка а запятая за исключением тех случаев когда этого делать нельзя. Поэтому я плохо представляю себе о чем идет речь. Но кстати вот понимаете очень часто возникает такой вопрос вот есть заземляющее устройство какого-то объекта рядом есть заземляющее устройство молнииотвода между ними ну приличное расстояние скажем метров двадцать. Вопрос какое количество тока из заземляющего устройства молнииотвода попадет в заземляющее устройство объекта. Эта задача очень легко и очень хорошо решается, и могу вам сказать, что в практических условиях, при практических размерах, которые обычно приходится иметь дело, речь идет о десятках процентов. Но если там, к примеру, молниотвод ударил молния со стоком 100 кА, а 20 кА попадет в ваше заземляющее устройство, которое находится на расстоянии там в пару десятков метров, вам это безобидным не покажется. Такие задачи легко решаются. Вот эти задачи, они все из теории электрических полей. Они легко решаются компьютерными методами. В крупных городах некоторые колеса обозрения, чертово колесо, снабжены антенной молнииотвода, а некоторые нет. Разве нет единого требования по электробезопасности? Дело заключается в следующем. Дело заключается в том, что никаких требований к защите развлекательных устройств ни в одном нормативном документе не существует. Понимаете? Если вы возьмете, у нас в России есть два нормативных документа. Один нормативный документ это ISO 153, 34, 21, 122, ой, 2003. Это ISO 153. В котором вообще нет ни одного слова, какие требования нужно предъявлять. Все это, по сути дела, на совести заказчика. А другой документ, устаревший, РД-34, в нем есть требования в отношении коровников, но нет требований в отношении каких-нибудь высотных сооружений, которые используются для развлечений. Нет ничего. Поэтому тут каждый, что хочу, то и врачу. Добрый день. У меня вопрос относительно радиотелескопов. Имеются ли стандарты относительно молнииотводов? Нету стандартов. Нету. Нету. Понимаете? Нету. Более того, я считаю, что это правильно, что их нету. Нужно поступать вот каким образом. Как регулируется молния защита в европейских странах? Все очень просто. Вы построили дом. Хотите поставить молнииотвод? Ставьте. Не хотите? Не ставьте. Но к вам придет страховая компания и скажет, что по государственному закону ваш дом обязан быть застрахован. Обязан. А теперь страховой пошлина с молниезащитой. Рубь. Без молниезащиты 100 рублей. Вот и решаете, делать вам молниезащиту или нет. Что должен делать квалифицированный заказчик? Он должен прийти на фирму, которая работает честно. Ну, ЦАНГ годится для этой цели. Дальше он скажет, вот у меня такой объект. Скажите мне, пожалуйста, как часто он может повредиться от молнии? Люди оценили и сказали. А теперь скажите, сколько будет стоить молниезащита, которая это устранит? И вместо одного удара повреждения в 10 лет, даст одно повреждение в 100 лет. Фирма дает ответ. Тут коммерческое предложение. Я чешу затылок и думаю, рисковать или лучше заплатить? Это правильный вопрос в отношении всех объектов, кроме тех, которые представляют опасность уже для окружающих, для общественной жизни. Вот если у вас есть пороховой завод и вы его не защищаете от молнии, а потом будет примерно то же самое, что показывают по телевизору, конечно, вот это должно быть нормировано. Связь длины стримерного разряда с длительностью импульса рассматривает единичный импульс. А известно ли, как изменится эта связь, если импульсы будут идти пакетами с малой задержкой? Вопрос я должен задать встречный. О какой задержке идет речь? Малая. Слово малая, она сколько в граммах? Понятно. И ничего особенного бы не было. А если бы я дал возможность этому заряду отдарифовать, ну, за время, скажем, в миллисекунду хотя бы, то была бы вспышка похожая на эту. А если бы это было десяток миллисекунд время, то была бы почти такая же вспышка. Понимаете, все зависит от времени. Но сделать много таких вспышек, это, в общем, малореальная вещь, если речь идет о малогабаритном устройстве. В 2017 году наша компания установила систему молниезащиты на очередном объекте, где были учтены все нормативы, соответствующие РД-34, НФЦ-17102. Система молниезащиты была организована четырьмя активными молниеприемниками Ширтек, которые стояли на мачтах с растяжками. Растяжки прикреплены к несущим стенам. Спустя полгода при осмотре систем было выявлено, что одна из растяжек третьей мачты пострадала, заржавела, обрела ломкость и практически не удерживала мачту. Очевидно, трос имел контакт с арматурой здания, через который прошел ток молнии, подвергая мощному температурному воздействию. Нетрудно было догадаться, что связь между молниоотводом и системой заземления отсутствовала. Трос практически прослужил токоотводом. При проверке оказалось, что молниоотвод заземлен в двух точках, которые нормально функционировали. Нас озадачило, стали искать причины. При разговоре с техперсоналом здание казалось, что во время строительных работ была пробита система заземления и около трех месяцев отсутствовала. Получается, что по совпадению именно в этот период молния ударила в громоотвод и прошла через трос растяжки и привело к последующим воздействиям. Протестировав молниеприемники, все оказались в рабочем состоянии. Что скажете про это? Ничего не скажу по очень простой причине. Во-первых, я не знаю, о каких активных молниоотводах произнесено было слово. Активные молниоотводы. Это что? Производитель Ширтек АЭС. Больше нет информации. Во-первых, я не знаю, что это за активные молниоотводы. Во-вторых, кто вам сказал, что ток, оттяжка была перегрета? Ну, вообще говоря, я считал, до какой температуры можно перегреть эти оттяжки. Перегреть оттяжку при температуре до температуры больше, чем градусов 100 – это маловероятно. И чтобы от перегрева до температуры 100 градусов с растяжкой стальной чего-нибудь случилось, мне это кажется абсолютно невероятно. Поэтому причина вот такого повреждения, мне кажется, совсем в другом. Что там была за коррозия? Почему эта оттяжка оторвалась? Что это были за монтажные работы? Ну, откуда я ее знаю? Не я не знаю, и никто не узнает. Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Если у кого-то вопросы появятся после проведения нашего вебинара, вы можете направить их нам на электронную почту info.sobachkazans.com. Мы все эти вопросы передадим Эдуарду Мееровичу. И на интересные из них Эдуард Меерович либо сам ответит, либо через нас ответит. Пишите. Спасибо за очень интересные вопросы. Вы знаете, они действительно были интересными. Всего доброго. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok